МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Что произошло? Прямо сейчас смотрите обзор ЧП в Сургуте». За последние несколько дней его подготовили мои коллеги и я, Дмитрий Круковец. 11 декабря вечером на пешеходном переходе автобус сбил ребенка. Около 17 часов на перекрестке улиц Крылова и Белецкого водитель 51 маршрута наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок возвращался из школы домой и переходил дорогу. Сейчас полицейские устанавливают, кто нарушил правила. Пострадавшего госпитализировали в травматологическом больнице. У него несколько переломов. С начала года на дорогах города пострадали уже 58 детей. ГИБДД обращается к юным пешеходам с просьбой быть внимательнее при переходе проезжей части. Вероятно, не среагировал. Утром 14 декабря около 9 часов в районе поселка Солнечного произошло серьезное ДТП. Столкнулись тягач с полуприцепом и вахтовый автобус «Ургутнефтегаза». По какой-то причине водитель пассажирского транспорта не смог затормозить перед длинномером, который остановился, чтобы пропустить пешеходов на переходе. Удар пришелся в заднюю часть прицепа с техникой. Кабина автобуса оказалась буквально разорвана. Спасателям пришлось применить гидравлику, чтобы извлечь пострадавшего водителя. Мужчину доставили в реанимацию травмцентра. Всего пострадали 6 человек. Трое госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии, один в удовлетворительном. Еще трое будут лечиться амбулаторно. Большая часть ложных телефонных звонков о минировании в российских городах поступала с территории Сирии. По данным МВД страны, звонки о якобы заложенных взрывных устройствах по сути являются кибернападением на Россию. Кроме того, телефонные угрозы о заминированиях исходили с территории Турции, Украины, США и Канады. Напомним, волна анонимных сообщений о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий захлестнула российские города в середине сентября. За это время по всей стране были эвакуированы свыше 3,5 тысяч объектов и 2,5 миллионов человек. Не исключение и Сургут, который пережил эту волну дважды в сентябре и ноябре. Вот это лжи минирование было несколько этапов. И если речь идет о том, где это было по всей стране у нас, звонки осуществлялись за территории Российской Федерации. В принципе, установлены откуда. Примерно есть расклад по личностям. Другой вопрос, что, конечно, сложно их задержать. И тем более, он не касается уже субъекта. Это работает на уровне Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности на федеральном уровне. Главный полицейский Югры Василий Романица рассказал корреспонденту программы «Что произошло» о деятельности регионального управления МВД России за 11 месяцев этого года. Он отметил, что раскрываемость осталась на прежнем уровне. Положительная динамика намечается по регистрации преступлений против личности и имущества. Хорошие результаты есть в сфере профилактики, совершения противозаконных деяний, нарушений и преступлений в области дорожного движения. Проблемным моментом генерал-майор считает активизацию мошенников. Способы отъема денег у населения с каждым днем становятся все разнообразнее. Югорские полицейские вернулись из очередной командировки на Северный Кавказ. В течение шести месяцев правоохранители решали служебно-боевые задачи по обеспечению госбезопасности. Вместе с друзьями, родственниками и сослуживцами на Сургутском вокзале бойцов встречала и съемочная группа нашей программы. На перроне, прибывающей в Сургут состав, встречают друзья, родственники и сослуживцы югорских полицейских. Для них 12 декабря закончилась полугодовая командировка в Северокавказский регион. Юлия Аграфонова встречает мужа. Впервые в их семейной жизни служебная командировка затянулась на шесть месяцев. Анатолий, супруг Юлии, признался, что отбор велся на добровольной основе. А полгода на территории Северокавказского региона прошли в целом спокойно. Свой долг сургутский полицейский выполнил. Последние минуты службы перед небольшим отпуском. На привокзальной площади сводный отряд полиции Югры выстроился, чтобы доложить генералу Василию Романице об успешном выполнении поставленных задач. Дорогий генерал, личный состав сводного отряда по Хармоносильскому округу со служебной командировки прибыл. Поставленную задачу выполнил, замечаний нет. Доложил командир отряда подполковник полиции Петрушин. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Благодарю вас с возвращением домой, успешно выполняем задачи. За образцовое исполнение служебных обязанностей и вклад в обеспечение правопорядка на Северном Кавказе отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами и памятными подарками. Приятно то, что мы действительно отбираем лучших. Мы отбираем лучших для того, чтобы, во-первых, выполнена была задача, которая стоит. Во-вторых, не стыдно за округу. И в этом отношении, конечно, поддержка личного состава чувствуется. И они понимают о том, что тот темп, который был задан гораздо раньше, еще в 2000-е годы, он сохраняется до сих пор. И мы каждый год отправляем туда своих ребят. В командировке находились почти 60 человек. Основными задачами югорских стражей порядка были обеспечение безопасности местных жителей, проверки на дорогах и в населенных пунктах, досмотр транспорта, изъятие вооружения, боеприпасов, наркотических средств. За период командировки было проверено более 48 тысяч единиц автотранспорта, 50 тысяч граждан. Были выявлены ряд преступлений в количестве 40 по разным статьям. Также административные правонарушения выявлялись. И выявлялись преступления, связанные с наркотиками. Большая часть оружия, в том числе гражданское и боевое. Кроме того, половина бойцов югорского отряда принимала участие в выполнении контртеррористических операций. Для многих такие командировки не первые. Лишь для каждого третьего эта служебная поездка стала дебютной. Впереди у полицейских несколько недель на отдых, после чего они вернутся к своей повседневной работе в Югре. Добавлю, что в воскресенье 17 декабря в северокавказский регион планируется отправка нового сводного отряда из Югры. Эта командировка также продлится полгода. В состав группировки войдут более 100 полицейских. На этом на сегодня все. Это была программа «Что произошло?». Свои материалы о ЧП в Сургуте вы можете публиковать в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Ее название вы видите на своих экранах. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин